Здравствуйте! Как же мы любим пятницу, когда осталось отработать этот день и выйти на два законных выходных? И как же мы не любим понедельник? Но мало кто задумывается, почему дней именно 7? А вот сейчас и разберемся. Впервые о семидневной неделе упоминается в древнем Вавилоне около 3000 лет назад. В те времена у каждого народа была своя продолжительность недели. У римлян 8 дней, причем нумеровались они буквами, а не цифрами. У кельтов 9 дней, а у древних германцев аж 14. Но почему в итоге у всех народов стало принято именно 7 дней? А причина заключается в массовости, из которых можно выделить 3 шага. Шаг 1. Очень простое астрономическое объяснение. Так было удобнее считать время по фазам Луны, так как четверть лунного месяца и равняется примерно 7 дням. Посмотрел на небо, вот тебе и календарь. Шаг 2. У христиан и иудеев ответ находится в Ветхом Завете, в котором семидневную неделю установил Бог. Если интересно, можете перейти по этой ссылке и узнать все подробности. Шаг 3. Семь видимых в древности планет, хотя правильнее сказать космических объектов, через которых и были даны названия дням. Так, понедельник это Луна, вторник Марс, среда Меркурий, четверг Юпитер, пятница Венера, суббота Сатурн, а воскресенье это Солнце. Все о других небесных объектах в те времена не знали, звезды не в счет. Кстати, уже готовится выпуск про те самые древние планеты. Если вам интересно, подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить. И все. Семидневка потихоньку перешла в Индию, Западную Европу, Африканские страны. И у других дня счисления попросту не было шансов закрепиться из-за своей малочисленности. Хотя в силу своих амбиций многие древние китайские и японские императоры пытались вводить свои календари, но безуспешно. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо и пока!